здравствуйте дорогие мои подписчики и гости канала мои любимые дорогие вас всех приветствую потому что сейчас будет онлайн расклад очередной расклад на любовную тему она будет называться так его мысли о вас все его мысли о вас на данный момент ну что хотите знать хотите слышать все его мысли давайте будем смотреть садитесь поудобнее загадывайте своего любимого человека представьте его хорошо подумайте о нем чем он сейчас занят а чем заняты вы сейчас его мысли о вас в эту секунду а ваши мышцы ваши мысли о нем в эту секунду какие-то бумаги какие-то документы что-то считает калькулятор бумага пишет считает заполняет может быть на данный момент он находится где-то в каком-то учреждении это госучреждение может быть знаете юридического что-то такого плана я не знаю там в какое-то учреждение может налоговой находится или еще где-то может быть жкх потому что он что-то там вот начисление начисление четко считает сколько он должен может быть суде сейчас на данный момент в адвокатской конторе тоже может быть он там где он должен быть я бы так сказала еще вот он там где он должен быть в открытом месте там где его видят там где его знают там где он бывает каждый день это зак это это не закрыто это открытое место это открытое какое-то помещение пространство там он не один есть еще кто-то рядом вот те люди которые его знают а вы дома вы в том помещении где другим вход воспрещен это или ваша комната уединенная ваша закрытая комната где только вы или вы в своей квартире или даже в своем доме если вы в кабинете то это кабинет принадлежит только вам вход другим запрещен как-то так или же я бы еще знаете что сказал вы как на чеку вы сидите как на чеку как будто кто-то должен или зайти или как будто вот как кого-то ждете как будто бы чтобы врасплох вас они застали а ему без вас плохо ему без вас плохо и он знаете что сейчас думает а вам также как ему плохо или нет или вам весело или хорошо него без вас плохо после вас он понес какие-то потери потери существенной если вы его поднимали со дна то после вас он опять на это дно опустился да вот для вас это тяжесть этот человек для вас тяжесть вы даже вспоминать не хотите вы знаете когда ты вспоминаешь о каком-то человеке или встречаешь или ждешь какого-то человека хорошего и у тебя улыбка всегда на лице да вот встретив его улыбка на лице а вы вы когда вспоминаете его когда думаете о нем у вас сразу такое лицо становится как будто атомная бомба упала к вам потому что вас вот вы вы тоже в лице меняетесь когда когда вспоминаете его или видите вы прям в лице меняетесь у вас такую лицо становится. Как будто вот прям катастрофа какая-то. Это вот очень тяжелый для вас. Это, я бы, знаете, что еще сказала? Это единственный мужчина, который самый такой тяжелый вот в вашей жизни. Я не знаю, сколько у вас там их было, неважно. Вот он самый тяжелый. Вот воспоминания с ним самые тяжелые. Может быть, жизнь с ним самая тяжелая. Или ожидание чего-то, вот да, что может, что-то получиться, и брак, и так далее. Это самые тяжелые вот эти воспоминания. Потому что вы ждете, вы надеетесь, ничего не получается. А по каким причинам, почему у вас ничего не получается? Что случилось? Почему ничего не получается? Покажите мне. Еще. Тут может быть магия быть. Разрушила отношения. Тут может быть какая-то женщина разрушила ваши отношения. Причем неважно, кто она. Просто женщина разрушила ваши отношения. Тут может быть алкоголь. Его пристрастия какие-то. Знаете, вот ну, типа, как наркотиков, или там игромания-то какая-то на деньги, там что-то. Ну, в общем, что-то такое неприятное. Тоже, может быть, разрушила ваши отношения. Естественно, тут один просто не вывозил второго. Потому что один полностью себя в отношениях отдавал, а второй нет. Это тоже разрушило отношения. Один полностью закрывался от другого. Это тоже разрушило ваши отношения. Один полностью уходил в свою работу и не замечая, не ощущая и не думая о том, что есть второй, его ждет дома, любит и хочет быть с ним. Это тоже разрушило ваши отношения. Что сейчас? А давайте я соберу. Нет. Смотрим. Потом посмотрим на то. Все его мысли о вас. Ну-ка, дайте мне. Все его мысли о вас. Вы закрываетесь от него. Вы не подпускаете его. Вы ограничили доступ. К вам не подойти. Как будто, знаете, замуровались. Все его мысли о вас. Да, не хватает ему солнышка. Вы очень солнечная, вы очень яркая, очень позитивная, очень красивая, очень сексуальная. С вами классно. От вас подпитываешься. Вы наполняете, вы светите, вы направляете. Этому сейчас не хватает. Ему не хватает у вас этого. Эротики вас не... Эротики в жизни вообще у него не хватает, потому что единственное это были вы. Ему не хватает теплоты и батареи тоже его как бы не греет. Понимаете, все тут упирается в вас. Да, он тоже думает, что вы эгоистка, любите только себя. Его мысли о вас. вы для него маленькая девочка и ему хочется романтики с вами. Ему хочется вас обнять, прижать к себе. Ему этого не хватает. Не хватает сближения с вами, потому что уже давно на расстоянии. Давно, скорее всего, ничего между вами не происходит. Он подустал уже от всего этого. Его мучают постоянно мысли о вас. Это прошлое его. Это ностальгия с вами. Он постоянно находится в каких-то размышлениях. Он постоянно крутит одну и ту же вот эту вот ленту прокручивает прошлого с вами. Он смотрит ваши фотографии. Он читает ваши переписки. На каком месте остановились. Вот с чего начали. В каком году кто что писал. А как я ей отвечала. А как она мне отвечала. Он смотрит какие-то ваши старые фотографии. Может быть, совместные. Его мысли о вас. Постоянно смотрит в вашу сторону. Постоянно смотрит в вашу сторону. Надеется. Ждет вас. Он ждет вас. Да, дьявол сильно тянет к вам. Сумасшедше просто к вам тянет. Он тоже сам понять не может. Он даже где-то думает, может быть, вы приворот на него сделали. Потому что это непонятно, почему такая сильная тяга. Это, знаете, как у курильщика, который никак не может бросить. Постоянно вот эта сильная тяга. Это только с этим, может быть, сравнить. Или с алкоголиком, знаете, которого пить и не может бросить. Постоянно тянет. Или к сладкому, да, тоже. Его мысли о вас. Налюбоваться вами не может. Вы себя сделали. Вы себя сформировали. Кстати, обожает вашу пятую точку. Я не знаю, где он видел ее. Но где-то, видать, видел. Ваш стан, ваша грация, ваша спинка, да, ваши волосы, ваши руки. Возможно, он наблюдает за вашей работой. Наблюдает там, где вы работаете. Может быть, он видит какую-то вашу татуировку очень красивую. Потому что он где-то вас, знаете, ассоциирует с коброй, со змеей, да, и вот с этой вот анакондой, да. Он вас к работе ревнует. Вы очень много времени посвящаете работе. Вы как будто всем и ему доказываете, что для вас сейчас на данный момент на первом месте работа. Естественно, вы его судьба. Вы его судьба. Вы кармическая. Вы та женщина, которой пришли и остались навсегда. И он даже боится, что вы уйдете оттуда. Потому что именно с вами он хотел бы построить серьезные отношения. Если у вас есть наколки, пирсинг, он постоянно этим любуется. Я не знаю, где в интернете, в соцсетях. Я не знаю, где он это смотрит. Но он не как вот ваши бусы какие-то тонкие, такие, вы знаете, я не знаю, такие вот. Он просто любуется, да, вашим телом, ваша грудь. Налюбоваться не может, потому что вы самая лучшая. Никогда у него еще таких красивых женщин в жизни не было. Вот я вам говорю серьезно. Никогда еще таких сильных, красивых, мощных, самых лучших таких женщин, как вы, у него в жизни не было. Вы единственная. Вы победили всех. Вы затмили всех. У него там были какие-то, и он считал, что они самые лучшие. Пока не появились вы. Вы затмили всех. Да. И знаете, что интересно, или вы ему сердце разбили, или он вам сердце разбил, потому что здесь тоже может быть и взаимно. Он вам сердце разбил, разочаровал вас и изменил, может быть, вам, да, и вы тут же ему в отместку. Такое тоже может быть. все его мысли о вас, все его мысли о вас. Да, вы его малифисента, вы его сексуальная страсть, вы его желание 24 часа в сутки обладать вами, потому что вы очень смелая, вы решительная. Он также завидует, что не имеет таких качеств характера, которые присущи вам, потому что не все такие женщины, не все у нас амазонки, которые в огонь и воду и в медные, через медные трубы тоже, да, пролезет. А вы такая. Вы как птица-феникс постоянно воскрешаетесь, постоянно взлетаете, падаете, взлетаете, падаете, понимаете? Вы отличаетесь этим от других женщин. Таких женщин он никогда в жизни не встречал, и вы единственная, вот, которую он понял, что это моя женщина. У вас есть то в характере, что нет у него. И в других женщинах тем более все мысли о вас. Вы ему мстите. Да, он знает, что вы ему мстите. И мстите вы ему очень сильно и больно, так как никто никогда в жизни ему не мстил. Так искусно, красиво мстить умеете только вы. А вы его бьете по самому больному. Это, знаете, это, что ниже пояса у мужчины. Туда наносить удар можете только вы. У вас как будто есть на это право. Причем, он вам это право не давал. Но вы это сделали. И ему очень больно. Он ваша тень. Вы сейчас спросите, а как я ему мщу? Тем, что он ваша тень. Он ходит за вами по пятам. Он следит за вами. Он дышит вами. Он нюхает вас постоянно. Он пытается залезть в ваши сны. Он пытается пробраться к вам в квартиру. Он практически чуть ли не в замочную скважину лезет и слушает. Тут мужчина, у него уже сдвиг по фазе скорой за вас будет. Это ваша месть такая ему. Он никогда за женщинами так не бегал. Ни за одну женщину он так не следил. Ему всегда, извините, были пофиг другие женщины, которые уходят из его жизни. А он всегда говорил, давай, аравидерчи, детка. Если что, я тебе еще позвоню. Все. Легко и беззаботно со всеми прощался, не задумываясь вообще ни разу кого потерял. А вы единственная женщина, которая ему, знаете, как белый перчаткой вот так вот утерли нос. Причем вы уже, знаете, думаете, чтобы он вообще от вас уже отстал как бы. А он не отстает. Это ваше безразличие. Это ваше вот это вот состояние отвали, типа, сделал свое дело. Мужчина, ваша тень. Он превратился, он уже, знаете, превратился как будто какой-то монстр, внутренний монстр. Он уже на себя не похож. Вы его так сделали, что он уже на себя не похож. Если здесь раньше этот красавчик, этот, знаете, как сказать-то, я не знаю, вот этот а-ля Брэд Питт был раньше хорошенький, ухоженный, красивый, разбрасывая девочкам там комплименты и свое внимание, и свою любовь и так далее, и бегал туда-сюда, что на данный момент этот Брэд Питт уже не Брэд Питт. Он похож, уже прям тоже жалко его. Хочется отвезти его в парикмахерскую, а потом в спортзал. Потому что он уже не похож на себя. Это все из-за вас. Человек забросил абсолютно все. Забросил себя, забросил всех других женщин, потому что они на вашем фоне. Это не то, что серая мышь там. Там вообще серое облако какое-то пришло и ушло. У него бельмо уже, знаете, бельмо перед глазами это только вы тут постоянно 24 часа в сутки. Больше ни о ком не видеть, не слышать он не хочет. Никакой другой энергии он не хочет рядом возле себя. Вы ему только нужны. Все, вы, вы, еще раз вы. Потому что человек вас тут любит до сумасшествия просто, до какого-то безобразия просто. Не даже хочется сказать, девочки, вы что так с мужчинами-то? Ага, он так, так, так мужчина с ума, а можно с? Вот вы знаете, вот раньше такие мужчины, я не знаю, страны-города брали ради таких женщин. Здесь, потому что вот такие чувства у него. Еще все его мысли о вас. Вот он, король мечей. Вот он, король мечей. Жесткий, холодный. Из этого короля меча, мечей он всегда был такой со всеми. Вы единственная женщина, которая разбудила его в чувства. вот просто разбудили его. Они там спали, как медведь, знаете, в берлоге, его чувства так спали. Вы единственное, пришли и так подзадали, сказали, а ну-ка, чувства там есть? Давайте, чувства все наверх, 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 ко мне, ко мне, ко мне, любить меня. Давайте быстро. И чувства сразу все поднялись, знаете, у него. Вот вы единственные, которые растеребили, разбудили вот этого вот, да, его, вот эту берлогу медвежью его с чувствами. Потому что он всех женщин никогда не любил, он со всеми женщинами только пользовался. Он им писал, он там им, я не знаю, на уши пел хорошо в интернете, в соцсетях, одной, второй, пятый, десятый, неважно, на свидание приглашал. И тут же, я не знаю, там к утру уже говорил, детка, давай пока, я тебе позвоню. Вот знаете, вот это вот такое отношение было. А вы единственные, которые пришли, сказали, а со мной так не будет, а я так не позволю. И даже если он думал, это такая же, как все, то теперь думает, блин, это не такая, как все. Такой у меня еще не было. Я понимаю, сейчас мне ноги говорят, я, нам не плевать уже, что он там думает. Ну я, да, я с вами согласна. Я так здесь, кстати, я так здесь и вижу, что вам плевать, что он там о вас думает. Потому что вы и так знаете, что он без вас не может. Хорошо, мне теперь интересен тот вопрос, к нему, встречный вопрос. Если он так без вас не может. Практически чуть ли не умирает. Че он бездействует в вашу сторону? Давай, как мужчина, давай, покажи, давай, действуй. Че так? Че не получается? Так он готов к вам приехать. Ну че, пусть приезжает. Приедет он? Звезда. Он вам или напишет в интернете, в соцсетях, или строит какие-то планы, чтобы вам приехать, в прямом смысле. Ну, давай. Смерть. Как это? Какие-то перемены идут. У него какая-то идет трансформация. Причем трансформация связана с вами. У него жизнь меняется из-за вас, ради вас. Он придет, еще будет с вами спорить. Знаете, он еще придет, с вами будет спорить. Конечно, и вы будете с ним спорить. Вы с ним будете тягаться. Вы ему скажете, что у меня уже все стабильно. Мне уже ты не нужен. У меня уже тут все устаканилось. Я уже твердо стою на ногах. Я ни в чем не нуждаюсь. И тем более в таком мужчине, как ты. Я уже буду выбирать себе сама, кого я хочу. Понятно? То есть вы еще будете с ним тут перепинаться, как бы. Я тут не маленькая девочка, чтобы меня взять тут беззащитную. Из меня веревки вид. Я как бы уже сама себе хозяйка. Я знаю, что я хочу. У вас есть стабильность, материальная устойчивость такая, знаете, хорошая. Тут вам не нужен мужчинка, который вы будете на его руки смотреть. Что он там даст? Он даже, знаете, он даже опоздал уже, как бы даже можно сказать. Потому что вы за это время, пока вы не с ним, вы уже поднялись в девятку Пентакли. Готовьтесь, он появится. Я вам говорю серьезно. Причем он здесь собирается к вам зимой ехать. Он зимой к вам собирается ехать? Или тут интернет-знакомство? Готовьтесь, он появится. С какими мыслями он к вам придет? С какими желаниями? Он пока думает. Вот чем он к вам прийти хочет. Вот это ему не хватает. Видите ошейник на его шее? Это вы повесили. Вспоминайте, девочки, когда вы повесили. Тогда, когда вот это получилось у вас? Или нет? Еще. С какими мыслями он к вам придет? Он придет вам что-то предлагать. Он предложит вам что-то. Он пока к этому готовится. Я не знаю, что, но это может быть какой-то подарок. Может быть предложение руки и сердца. Может быть он вам кольцо подарит. Может быть он вам скажет идем распишемся. Давай, переезжай ко мне, будем вместе жить. То есть здесь что-то такой момент есть. Что именно он вас? Чем именно он будет вас завоевывать? Давайте смотрим. Король Жезлов. Да, он включит свою страсть. Он включит свою сексуальность. Он включит своего мужчину. Он будет вам говорить очень красиво. Он будет, знаете, показывать жестами, какими-то действиями, что он мужчина. Он готов на многое. Он готов вот этот альфа-самец готов оберегать, защищать и быть со своей женщиной. Он включается вот в этого мужчину, который хочет вести за собой женщину, с которой, чтобы ему женщина не отказала. А вы не должны ему отказать. Он здесь будет просчитывать несколько ходов. Знаете, как в шахматной игре, чтобы не проиграть. И он будет вам такие фишки говорить, он будет такие слова вам говорить, что-то такое будет он вам говорить, где вы скажете да, я хочу, я согласна. потому что здесь мужчина не любит проигрывать. Знаете, если он женится, он женится на королеве. Ну, если воровать, так миллион, как говорится. Поэтому тут такой мужчина непростой. Он не любит поражений, он не любит проигрывать. это, знаете, это когда долго запрягаешь, а потом быстро едешь. Вот здесь мужчина из этой категории, он долго запрягает, а потом быстро едет. Еще. мысли о вас давай. Мысли, мысли, мысли о вас сейчас. Да, вот что он в мысли о вас, вот что он сейчас хочет. Но это сейчас невозможно, это его только мечта. Это его мечта. Его любимая поза, где вы сверху. У него психологические проблемы, здесь мужчина плохо спит. У него бессонница, он засыпает. я так полагаю у него уже давно воздержание, да? Это как-то мешает наверное ему жить. А давайте спросим, есть ли у него воздержание от кекса? Еще. 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 Да. Да. Если мужчина занят и он живет с какой-то женщиной, то он как бы только с этой женщиной. У них кекс с этой женщиной. Если вы смотрите, то есть если вы не любовница, а смотрите вы жена, то здесь мужчина хочет только вас. Я не вижу тут измен, понимаете? Я тут четкие позиции две вижу, что человек скорее всего мужчина у нас может быть не занят или занят, но у него тяга только к одной женщине. Тут нету и к этой и к этой, понимаете? Нету такого. Он любит только одну женщину. Карта справедливости. Он отдает отчет, он не хочет врать, он не хочет обманывать, он не хочет изменять. Любит ли он вас? Насколько сильно? Настолько сильно, что без вас вообще ничего делать ему не хочется? не работать, не жить, вообще ничего не хочет он. Апатия полностью не интересна. И он почему-то постоянно в интернете. Знаете? Он так свое зрение посадит. Но постоянно в интернете или постоянно какая-то дорога, работа. Может если он часто ездит, то это постоянно в какой-то дороге. Потому что его это как спасает. Или дорога его спасает, или интернет его спасает. Да. Потому что он очень хочет, чтобы вы его обняли. Чтобы вы ему помогли, вы его белый ангел. Простите ли вы его или нет? Вы ждете его возвращения? Простите ли вы его? Но вы смотрите. Всегда в его сторону вы тоже смотрите. Вы тоже за ним наблюдаете. Вам интересно, как дальше он будет. Причем вы так тихо наблюдаете, что даже комар носу не поточит. Причем вы даже наблюдаете через расклады. Ютубовские расклады на картах Таро. Вы через них наблюдаете. Потому что вам тут идут подсказки. Вам тут про него четко описывают и говорят. Вы это знаете. Прям как он. Чем он занимается. Потому что вы прям хотите знать его будущее. Как он там будет дальше без вас. Поднимется или опять в болоте своем будет без вас. Вам прям четко надо знать его будущее без вас. Кто-то из вас даже делал на него какой-то ритуал магический. И вы ждете это проиграется этот ритуал или нет. Хотите чтобы он появился или нет. Вы ждете его? хотите? Да. Да. Но вы хотите чтобы он появился. Но вы ему что-то простить не можете. Вы не можете простить его агрессию, его колкие слова, его скандалы, его холодность в вашу сторону, его пренебрежение к вам, что он вас обижал, может быть на вас руку поднимал, что он вел себя отвратительно. Вот это вы простить не можете. А в принципе вы с ним согласны помириться. Подождите. Еще. Все его мысли о вас на данный момент. Он о своих мыслях никому не говорит. Этот человек очень закрытый. Очень закрытый. Он даже боится признаться вам или признаться себе в том, что он вас любит и без вас не может. Такой закомплексованный закрытый человек. Все его мысли о вас. Вы для него черная кошка. Вы для него черная кошка. Вы для него где-то та же ведьма. Вы для него очень загадочная, очень закрытая, очень мистическая, очень таинственная. Он боится, что вы уже для себя определились и возможно вы хотите уже другого мужчину, не его. Возможно он боится, что вы тайне общаетесь с другим мужчиной, что у вас есть какой-то тайный поклонник, или у вас какой-то роман, или у вас завелся тайный мужчина, с которым вы встречаетесь и строите отношения. Он очень сильно хочет об этом знать, правда это или нет, или он себе это просто накрутил. Еще его мысли о вас. Он постоянно за вами следит от слова постоянно, понимаете? 24 часа в сутки он за вами следит, за вами наблюдает, как только можно, и где это только можно. Причем он следит за вами очень давно, очень давно, и это не вчера, потому что следя за вами, он делает какие-то выводы для себя, он как будто больше вас познает, больше вас изучает, больше вас понимает. Это его крест, вы это его крест. Здесь король мечей для себя понимает логически, по-мужски, кто вы все-таки для него, какую роль все-таки вы играете, что все-таки вы привносили в эти отношения, когда были рядом, и что он потерял, когда расстался с вами. Этот человек, как психолог, раскручивает вот эту вот запутанную, вот этот запутанный клубок, который между вами образовался, потому что он психологически, немножко ему тяжело сразу все понять, ему надо потерять, чтобы понять. Он вас потерял, он так считает, а теперь он пытается вот так вот следя за вами, каждый просчитывая ваш шаг, издалека следит и понимает, кто вы, что вы, и сравнивает, и оценивает вас так, как вы должны, ну, того стоить, понимаете? Еще его мысли о вас. да, больше всего, больше всего он винит себя в том, что вы расстались, в том, что у вас ничего не получилось и пришла башня, кризис, кризис в отношениях. Он считает, что виноват я, моя холодность, моя жесткость, безэмоциональность, жесткие слова, ну да, безинициативность, да, еще его мысли о вас, сейчас все его мысли о вас, слушайте, мужчина хочет перемирия, еще я вам скажу, когда вы засыпаете, я не знаю, во сколько вы ложитесь спать, но тогда, когда вы засыпаете, он приходит на вашу страницу, приходит к вам во сне, смотрит на вас, потому что он хочет понять, это точка или есть продолжение в взаимоотношениях, он для себя это хочет понять, поэтому он приходит на вас посмотреть, тогда, когда вы спите, когда вы уже отключены и расслаблены, и ни о чем не подозреваете, он приходит на вас посмотреть и понять для себя, это точка или есть продолжение, еще, его мысли о вас, да, он запутался, он запутался, у мужчины нету никого, все эти женщины, которые у него были, не ревнуйте к ним, потому что ни одной уже не осталось, он ни с кем не общается, он остался один, потому что он считает, что он доигрался, он прям так и говорит, я доигрался, и остался один, потому что я разбрасывался чувствами, я разбрасывался женщинами, и в итоге я остался один, он недооценил ни вас, ни других женщин, он считал, что женщинами надо крутить, вертеть, играться, от женщин нужно брать, от женщин нужно только получать, женщин надо использовать, а потом говорить до свидания, этот юношеский максимализм, знаете, был в нем давно, и пока, наверное, не случилось что-то там, а давайте спросим, что случилось такого, что он остался один и без вас, и без других женщин, что случилось, покажите, что такого случилось в его жизни, еще, 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 а знаете, что случилось, женщины сами его бросили, как вы его бросили, так и другие бросили, знаете, какая тут причина, женщины просто в одночасье, как будто, в какой-то момент стали все понимать, что он из себя ничего не представляет, он обычный, эгоистичный, нарциссический, правильно я сказала, нарциссический, если неправильно, поправьте, короче, нарцисс, одним словом, да, ну, что тут умничать, нарциссический какой-то мальчик, да, который перебирает женщин, как перчатки, которые в отношении ничего интересно не привносит, а только забирает, забирает самое лучшее, насыщаясь этим от женщин, просто женщины стали его сами бросать, и в итоге он остался один, еще может быть такой момент, что, что женщины стали требовать к себе внимания, любовь, ласку, мужское плечо, помощь, что-то такого плана, а он ничего не мог им дать, и он понял, он стал сам тоже разочаровываться в женщинах, что они ждут от него что-то, того, что он дать им не может, ни семью, ни детей, ни денег, ни плечо свое подставить мужское, не помочь как-то, понимаете, он как будто в них стал сам разочаровываться, что вот женщины просят от него это, а он ничего дать им не может, ну вот как-то так, поэтому он один, как тяжело, как тяжело смотреть психологические расклады, как у него теперь без вас складывается в жизни, как у него теперь на данный момент в эту секунду или в этот момент, я не знаю, складывается его личная жизнь вообще, как или жизнь в принципе, он от вас зависит, он остался один и смотрит теперь только в вашу сторону, потому что он зависит от вас четко, четко, конкретно, жестко, зависит от вас, зависит от вас, он хочет к вам приехать, он думает об этом постоянно, думает об этом постоянно, что хочет к вам приехать, и тут Тут вы для него очень мудрая, взрослая, грамотная, такая проверенная, такая надежная, такая мудрая, из хорошей благородной семьи, из хороших кровей, женщина честная, порядочная, он хочет вас, он хочет с вами жить под одной крышей, он хочет принадлежать только вам. Он мечтает об этом постоянно в ночи, что он хочет приехать к вам. Ему вас не хватает. Вот сейчас именно эти мысли, эти мысли не покидают его, понимаете? Не покидают его эти мысли, они постоянно у него в голове кружатся. Все, вот такой был расклад. Пишите, пожалуйста, свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А самое главное, не забывайте, вы самая лучшая из всех тех женщин, которые у него были в жизни. Вы самая та потрясающая, которую покорили его сердце. Оставайтесь такой же, держите гордую осанку, будьте истинной женщиной, будьте истинной леди. Ну, а дальше будем смотреть, что там у него дальше происходит. Всех люблю, целую и до скорых встреч. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...